Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сохранить социальную направленность в Самарской городской думе сегодня во втором чтении приняли бюджет на 22-й год и плановый период 23-24 годов. Не только тест полоски, но и система непрерывного мониторинга глюкозы крови. Диабетики просят расширить перечень льготного оборудования, помогающего следить за уровнем сахара в крови. Самара в полуфинале Кубка России. Волжские баскетболисты одолели Уралмаш в двухматчевом противостоянии. Бюджет Самары на следующий год приняли во втором чтении. Доходы и расходы на плановый период составят более 17 миллиардов рублей. Главный финансовый документ утвердили депутаты городской думы. Заседание прошло с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Куда направят деньги, расскажет мэрия Елчан. Бюджет города на 2022 год сохраняет социальную направленность и будет бездефицитным. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как образование, ремонт дорог, транспорт, ЖКХ и благоустройство. Доходы и расходы бюджета составят свыше 17 миллиардов рублей. Главный финансовый документ утвердили депутаты городской думы. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Из года в год бюджет города, конечно, имеет социальную направленность, по-другому и быть не может, потому что мы работаем на людей. И, в общем-то, все наши траты, все наши заботы должны, в первую очередь, касаться решения их проблем. Да, у нас 47% направлено на социальную политику, и, как я уже сказала, и образование, и культура, физическая культура, и спорт, социальная политика. Мы в этом бюджете сохранили все социально защищенные статьи, постарались предусмотреть все необходимые расходы на социальную сферу, ну и, безусловно, постарались учесть пожелания граждан, которые доходят до администрации через депутатов, через народных избранников. В следующем году существенную часть средств направят на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ. Это порядка 12 миллиардов 600 миллионов рублей. На предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий выделили 20 миллионов рублей. Кроме того, у администрации по предложениям депутатов предусмотрены дополнительные средства в размере 12 миллионов 800 тысяч рублей на организацию льготного питания учащихся школ. Деньги направят и на строительство объектов образования, проектирование и строительство дорог. Также закупят квартиры для переселения людей из аварийного жилищного фонда. Учтены все требования с принятием указа президента по поводу и МРОТа, и инфляционные процессы. То есть, если вы помните, в прошлом году это было в пределах 15 миллиардов, сегодня он превышает 17 миллиардов. Ну и, чтобы было понимание, бюджет собственный, здесь не учтены консолидивные усилия, так сказать, не регионального, не федерального бюджета. Тем не менее, работа с бюджетом 2022 года не закончена. В дальнейшем главный финансовый документ будет дорабатываться, чтобы можно было решить наиболее острые проблемы города. Кроме того, ожидается традиционная поддержка из вышестоящих бюджетов. Планируется, что доходы на 2023 год составят свыше 18 миллиардов рублей. А в 2024 году в казну должно поступить более 19,5 миллиардов рублей. Мэри Илчан, Константин Головин, События. 26 семей в ближайшее время переедут из аварийного жилья в новые квартиры. Накануне они уже осмотрели свое будущее жилье. А всего до конца года в муниципальную собственность планируется передать более 110 квартир, в которые потом переедут самарцы из ветхих домов. Еще более 500 квартир закупят до сентября 2022 года. В Самаре продолжается реализация государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Эту работу обсудили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Сейчас программа рассчитана до 2024 года. С каждым годом количество закупаемых квартир будет увеличиваться. Таким образом, объем 4-5 этап составит в 4 этапе, это реализация 2022-2023 год, 25 501 квадратный метр или 16% от общего объема программы. И в рамках пятого этапа, это 2022-2024 годы, 78 229,5 квадратных метров или 49,2% от общего объема программы. За сутки в Самарской области зафиксировали 694 случая заражения коронавирусной инфекцией. Защититься от COVID-19 по-прежнему помогает прививка. Единый день вакцинации в этот понедельник прошел в Чапаевске. В здании Дворца культуры развернули пункт, в котором работало 6 медицинских бригад. Гольфия Сафина расскажет подробности. Дворец культуры имени Чапаева. Все главные события города Чапаевск проходят именно здесь. На один день Центр культурной жизни горожан стал пунктом иммунизации. Здесь проходит прививочная кампания от COVID-19. Принимают 6 медицинских бригад. Здесь представлены поликлиника и межмуниципальный перинатальный центр, сотрудники стационара, все откликнулись на наш призыв по увеличению охвата вакцинации. Мы планируем привить порядка 500 человек. Именно столько комплектов вакцины мы привезли сюда. В случае, если будет необходимость, мы сможем ее достаточно быстро доставить. В течение буквально 15-20 минут. Потоки разведены. Из представленных вакцин все виды препаратов, запатентованных в стране. Можно было привиться и от гриппа. Согласно последним методическим рекомендациям, вакцинироваться от гриппа и коронавирусом можно одномоментно. Это очень удобно. Без очереди всего. Все, дети давление померили и сатурацию. Ну, во-первых, защита от заболеваний. Самое главное. Наша жизнь и здоровье. На сегодняшний день в Чапаевске приявились более 70% от числа подлежащих к вакцинации. В городе есть и один круглосуточный кабинет, развернутый на базе приемного покоя Центральной городской больницы. В планах открытие еще одного постоянного пункта вакцинации. Пощерса 29. В Самаре до 29 декабря также продолжают работу пункты массовой вакцинации при колледже имени Нины Ляпиной и областной библиотеке. Гульфия Сафина. События. В этот понедельник снова начал работать пункт вакцинации в здании Самарской областной библиотеки по адресу проспект Ленина, 14А. Теперь в ежедневном режиме жители региона смогут там сделать прививку от COVID-19 и гриппа, в том числе в субботу и воскресенье с 9 утра до 8 вечера. В наличии несколько видов вакцин. От коронавируса гам-ковид-вак или спутник ВИ, кови-вак, эпивак-корона и спутник ЛАЙТ. А также от гриппа, ультрекс-квадри, флю-М и совигрипп, сообщили в Минздраве. Кроме того, прививку от коронавируса и гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов. 11 из них работают круглосуточно. Записаться на вакцинацию можно дистанционно на портале госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122. Пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19 может любой желающий при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт. 58 административных протоколов за прошлую неделю и 805 за все время проверок. В Самаре межведомственная комиссия ежедневно контролирует ношение масок в общественном транспорте. Как это происходит, расскажет Михаил Ермоленко. Суточное количество заболевших в Самаре продолжает снижаться. Но это совсем не повод пренебрегать ограничениями, введенными Роспотребнадзором на территории города, говорят специалисты. В Самаре продолжают следить за тем, как жители соблюдают масочный режим в транспорте. Ежедневно этим занимается межведомственная комиссия, которая состоит из сотрудников полиции, департамента транспорта, народной дружины и представителей перевозчиков. Проверяющие еженедельно проводят порядка 80 рейдов. К тем, кто соблюдают масочный режим, вопросов нет, а к принципиальным антимасочникам применяются санкции. В случае, если человек отказывается соблюдать установленные требования, на него составляется административный протокол. Это статья 20.6.1, часть 1 Кодекса административных правонарушений. Там предусмотрен серьезный штраф до 30 тысяч рублей. И, к сожалению, надо сказать, что такие протоколы все еще продолжаем составлять. Транспортные предприятия, в свою очередь, заботятся как о пассажирах, так и о своих сотрудниках. Ежедневно перед рейсами с персоналом проводят инструктаж и раздают средства защиты. Их выдают с запасом, чтобы в случае чего кондуктор мог поделиться маской с забывчивым пассажиром. Кроме того, перед началом работы проводят и дезинфекцию подвижного состава. Представители транспортных предприятий также напоминают, что у них работает горячая линия для обращения самарцев. Каждый день на нее поступают больше 50 сообщений, в том числе и о нарушении масочного режима. Это и сообщение о том, что экипаж либо пассажира без масок. Это и сообщение благодарности нашим экипажам, которые реагируют в разных ситуациях. Может быть, кому-то стало плохо, кого-то подождали, кому-то хорошо обслужили, ответили. Мы на это все реагируем. Каждое сообщение у нас имеет обратную связь. За все время проверок с сентября прошлого года сотрудники полиции составили 805 административных протоколов на пассажиров без масок. Только за прошлую неделю оформили 58 материалов. Во время сегодняшней проверки нарушителей не выявили. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Россиянам обещают списать долги без суда. Что для этого нужно сделать? Нужно обратиться в МФЦ и заявить о своей неплатежеспособности. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 14 декабря – 73,41 рубля, евро – 82,86 рубля. Нефть марки «Брент» торгуется на отметке 75,34 доллара за баррель. Россиянам без суда спишут долги. Вне судебным банкротством с момента появления этой процедуры с сентября 2020 по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тысяч наших сограждан. Таким образом, россиянам спишут более 2 миллиардов рублей. При этом на данный момент от обязательств на 1 миллиард 300 миллионов рублей освободилось более 3,5 тысяч граждан. А по оставшимся заявлениям еще не прошел 6-месячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны. По результатам ноября доля запущенных процедур от общего числа обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%. В завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351 тысячу рублей. В конце ноября сообщалось, что россияне влезли в рекордные долги по кредитным картам. Общий объем такой задолженности в октябре вырос на 2,5%. Аналитики российских коммерческих банков считают крайне маловероятным возврат к целевому ориентиру инфляции в 4% в 2022 году. Они спрогнозировали лишь небольшое снижение показателя – до 6-7%. Эксперты отрицают, что рост цен в России носит полностью импортируемый характер и указывает на значимость внутренних причин инфляции. В условиях выхода из пандемийных ограничений в России ускорился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. На совещании по экономическим вопросам 7 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что в ноябре инфляция поднялась до рекордного за 6 лет уровня – 8,4% и в 2022 году ее необходимо вернуть к целевому показателю. Однако аналитики считают такую задачу невыполнимой – восстановление логистических цепочек и устранение дефицита товаров носит продолжительный характер и быстро не закончится. 60% компаний в России в 2022 году хотят увеличить заработную плату сотрудника. Зарплаты в 50% компаний могут увеличиться на 5-10%. Известно, что основной причиной принятия подобного решения стало улучшение ситуации на российском рынке. Однако не во всех компаниях наблюдается возвращение к доковидным показателям. Представители 7% организаций будут заработные платы своим сотрудникам уменьшать. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Без помощи не оставят. В Самаре решили продлить выдачу грантовой поддержки предпринимателям и в следующем году. Речь идет о субсидиях, возмещающих до 300 тысяч кредитных рублей. Подробнее в сюжете. Екатерина Тесленко развивает детский спорт в Самаре. С 2016 года начала обучать юных атлетов прыжкам на батутах. Через год оформила индивидуальное предпринимательство. За поддержкой для своего бизнеса обратилась в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Мы готовим детей к соревнованиям. Это вообще олимпийский вид спорта. Поддержка, которую нам произвели в виде субсидий, в виде грантов, нам очень полезна и очень мы в ней нуждаемся. Побольше бы таких субсидий и грантов. Муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего предпринимательства действует в Самаре уже не первый год. Предпринимателям оказывается поддержка различных видов, в том числе и финансовая. Речь идет о возмещении понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Получить грант можно на сумму до 300 тысяч рублей, если организация зарегистрирована в Самаре, не находится в реестре недобросовестных поставщиков и имеет действующий кредит на сумму более 500 тысяч рублей. Программа будет действовать и в следующем году. С января месяца мы начнем принимать заявки. Будет все это разбито на несколько этапов. То есть первый этап весенний, второй летний, ну и третий осенний. В этом году подсчет еще ведется, но тем не менее 65 предпринимателей получат данную поддержку в этом году. На следующий год мы сумму поддержки увеличиваем более чем на 60%. Также для поддержки малого и среднего предпринимательства в Самаре работает бизнес-инкубатор. Здесь помогают не только открыть, но и развить свое дело от написания бизнес-плана до предоставления помещений для проведения мероприятий. И все это бесплатно. Мария Левина, Максим Гусев, События. Активисты из Самары попросили депутата Госдумы Александра Хинштейна помочь добиться расширения перечни больных диабетом, которым предоставят льготы на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Обсуждение прошло в региональном Минздраве. Об итогах встречи расскажет Михаил Ермоленко. В Самарской области более 6300 человек болеют сахарным диабетом первого типа. В их число входят как взрослые, так и дети. Самое важное для них – регулярно следить за уровнем сахара в крови. Но чем больше стаж диабета, тем сложнее становится такой контроль. Человек перестает чувствовать состояние, называемое гипогликемией, то есть резкое снижение глюкозы в крови. И это может привести к потере сознания и летальному исходу. Поэтому такой мониторинг нужно проводить как в дневное, так и в ночное время. Для этого больные используют несколько устройств – специальные тест-полоски и глюкометр, а также систему непрерывного мониторинга глюкозы крови. Она показывает изменения сахара каждые 5 минут. Состоит устройство из датчика, который крепится на плече, и ридера, который фиксирует данные. Поскольку я ночью не чувствую вот это вот состояние, то есть в связи с моим большим стажем, у меня уже 23 года стаж сахарного диабета, то вот этот вот мониторинг глюкозы при установленной программе на телефоне еще, то есть можно установить программу на телефон, и она будет оповещать о низком или высоком сахаре. То есть таким образом он может не спасти жизнь. По словам Алисы, содержание одного такого устройства в месяц обходится примерно в 12 тысяч рублей. Датчик на плече нужно менять каждые 14 дней. Стоит он порядка 4,5 тысяч. И если специальные тест-полоски можно получить бесплатно в поликлинике, то на покупку системы непрерывного мониторинга льготы отсутствуют. Хотя устройство включено в федеральный стандарт медпомощи больным с сахарным диабетом. Помочь добиться необходимых субсидий инициативная группа попросила депутату Госдумы Александра Хинштейна. Активисты хотят совместно проработать вопрос на федеральном уровне, чтобы все жители региона, больные диабетом, могли получить качественное лечение и жизненно необходимое оборудование на льготной основе постоянно. По словам депутата, для этого необходимо не только устранить недочеты федерального законодательства, но и приложить максимум усилий на региональном уровне. Первым шагом станет подсчет взрослых больных диабетом первого типа из Самарской области, кто по медицинским показаниям нуждается в субсидиях на систему непрерывного мониторинга глюкозы крови. Этот подсчет в любом случае не будет носить характер закрытый. Это не означает, что посчитали, сказали, что потребность условно 1864 человека и все, а 1865 завтра не попадет. Но без этого подсчета я не смогу обсуждать эту ситуацию с губернатором, потому что мы не понимаем потребность бюджета, сколько на это нужно. Первая встреча с депутатом по этому вопросу прошла в сентябре. По итогам обсуждения решили, что областной бюджет возьмет на себя обеспечения необходимыми медизделиями детей диабетиков и беременных женщин. На эти цели в будущем году выделили 135 миллионов рублей. Инициативу поддержал и губернатор Дмитрий Азаров. Сейчас же группа активистов под протекцией Александра Хинштейна намерена добиваться внесения в перечень и взрослых, которым будут субсидировать покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы крови. Участники обсуждения запланировали еще одну встречу. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. Для учащихся 53-й школы провели открытый урок, посвященный трудовой доблести куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Школьники смогут использовать полученные знания при создании туристических маршрутов, которые они разрабатывают в рамках проекта «Шагая по улицам Старой Самары». Максим Магомедов расскажет подробности. Ученики 53-й школы смогли детальнее познакомиться с историей родного города. На уроке, посвященном событиям военных лет, познакомились с историей строительства сооружений стратегического назначения, таких как бункер Сталина. Кроме того, школьники смогли узнать про другие бомбоубежища, расположенные в Самаре. Такие уроки, очень любые занятия, беседы с детьми очень важно проводить, потому что понятие патриотизма, оно не приходит извне, из ниоткуда. Оно формируется с детства. За счет знаний истории, за счет того, что дети помнят, участники и члены семьи, которые сражались с Великой Отечественной. Дети посмотрели документальный фильм об эвакуации в Куйбышев заводов во время войны. Узнали о героических подвигах людей, которые в то время работали на промышленных предприятиях. Среди них была и 14-летняя прабабушка Маргарита Черновой. В Самаре в честь того, что ей присвоили звание город трудовой добрости, поставили Стеллу. И я считаю, что это очень знаковое событие для истории моего города. Это очень заслуженно. Особенно я горжусь детьми и подростками, которые в военный период, несмотря на то, что, возможно, какой-то сильный испуг, они трудились на заводах и помогали нашей стране, нашей родине. Школа 53 курирует направление лидерства в городской лиге волонтеров. Недавно их проект занял первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Молодежный формат». Авторы готовят семь туристических маршрутов, которые будут знакомить жители города с трудовыми подвигами куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Проводить экскурсии будут сами школьники. Это та тема, которая реально волнует школьников нашей школы. Поскольку город, не каждый в стране получил такое почетное звание «Город трудовой доблести», и мы хотим, чтобы это был не пустой звук. Такие уроки истории проводятся регулярно. Во время занятий дети узнают дополнительную информацию о городе трудовой доблести, которую в дальнейшем смогут использовать при создании экскурсионных маршрутов. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. В Самаре подвели итоги творческого конкурса Эдуарда Кондратова. Он проходит в восьмой раз. Премию в номинации «Журналистика» получила ведущая телеканала «Самара ГИС», автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Новый уникальный проект рассказывает о том, как люди находят свет в конце тоннеля в ситуации, когда, казалось бы, выхода нет. Это история тех, кто лишился всего, но научился жить с чистого листа. Конкурс учредили Самарская областная организация Союза журналистов России и администрация Самары в память о легендарном журналисте и писателе, сценаристе, общественном деятеле, почетном гражданине города Самары. Я вот знаете, от чего сегодня счастлива? Потому что канал, на котором я работаю, продолжает на протяжении многих лет нести социальную ответственность, которую он сделал на себя когда-то. Это очень непросто. И тем не менее, у нас есть возможность делать проекты, которые меняют жизнь, которые несут в этот мир добро. Очень трудно людям сегодня, многим, действительно найти какую-то опору под ногами. И то, что эту опору показывает телевидение, это вот, наверное, и есть та социальная ответственность, и спасибо за нее руководству телеканала. Это уже вторая премия имени Эдуарда Кондратова у нашего телеканала за телевизионный цикл «О Старой Самаре» награду получал автор ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Подробный сюжет с вручения премии мы покажем в следующих выпусках программы события. Баскетболисты Самары в третий раз подряд вышли в полуфинал Кубка России по баскетболу. В этот раз в четверть финальной серии волжане обыграли «Уралмаш» из Екатеринбурга. Самарцы победили и в первой гостевой встрече, и во второй перед своими болельщиками. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Первый четвертьфинальный матч Кубка России по баскетболу в Екатеринбурге между местным «Уралмашем» и Самарой завершился победой гостей 90-82. Это означало, что в ответной игре в Самаре волжане могли даже проиграть матч с разницей в 7 очков или меньше, чтобы пройти в следующий раунд. Но самарцы все же не хотели уступать перед своими болельщиками. А уральцы рассчитывали победить с нужной для себя разницей. Поэтому матч начался активно, без раскачки, соперники сразу обменялись точными атаками. Разница была небольшая, мы там показали зубы, выиграли 8 очков. Сейчас была тяжелая игра ответная, терять было нечего, они делали все, что могли. Но мы сыграли хорошо, я считаю, в защите. Поначалу гости лидировали в счете, но Самара вышла вперед к концу первой четверти. Удержать это преимущество не получилось. «Уралмаш» догнал хозяев, но ненадолго. Точные броски «Шеликета» и «Барашкова» вернули лидерство «Волжанам», которые сохранили этот перевес до большого перерыва. Количество потерь, наверное, подвело нас. Мы так давно немного не ошибались. Желание было, парни бились, но сегодня Самара была сильной. В третьей четверти самарцы держали гостей на расстоянии одного-двух точных бросков. Редко удавалось оторваться в счете сильнее. Игроки «Уралмаша» всегда находили чем ответить и быстро гасили рывки Самары. Но выйти вперед уральцам так и не получилось. Самара довела и матч до победы, 82-79, и оказалась сильнее по итогам двух матчей. Мы проявили характер благодаря настрою, благодаря нашим зрителям, которых сегодня было очень много, и которые гнали нас и стерпели в нужный момент. Да, были где-то глупые ошибки, но мы эти ошибки постарались исправить. В полуфинале Самаре предстоит играть против московской руны. Первый матч пройдет в столице России 22 декабря. Ответная игра в Самаре в конце января. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!